Всем привет! Скоро наступит светлый праздник Пасхи! Все мы хотим порадовать родных вкусными и красивыми куличами! На сегодняшний момент, когда времени ни на что не хватает, я предлагаю приготовить вкусные куличи по быстрому рецепту из жидкого теста без замеса! Посмотрите какие эти куличи получаются! Здесь очень хорошая глазурь, которая совершенно не прилипает! Я сейчас разрежу кулич. Такие куличи получаются и нежные и очень пышные и вкусные! Посмотрите! Вы видите, какое здесь тесто! Оно просто, я не знаю, как пух! Очень пышное и красивое! В куличах много цукатов! Посмотрите! Просто невероятные! Сверху глазурь, которая не крошится и не сыпется! Обязательно приготовьте! И сэкономите много времени и сил! А куличи получаются совсем не хуже традиционных! Очень вкусные! И для того, чтобы приготовить эти без сомнения очень вкусные, но быстрые в приготовлении куличи мне понадобится примерно 600 грамм муки. Муки, конечно, может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 6 яиц. Я буду использовать только желтки. 300 миллилитров теплого молока. Примерно 38 градусов. 180 грамм сахара. 180 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры. 8 грамм сухих дрожжей. Пол чайной ложки соли. Также куличи. Я сегодня буду добавлять цукаты. Здесь у меня смесь изюм, кураган и клюква. Всего 150 грамм. Также ароматизировать мои куличи я буду экстрактом ванили. Мне понадобится 2 чайные ложки. Цедры одного апельсина. И здесь у меня еще апельсиновый сок. Примерно 100-120 миллилитров. Этим соком я залью цукаты. Сначала в теплом молоке разведем дрожжи. Я добавляю 2 полные чайные ложки сахара от общего количества. Перемешиваю и добавляю сюда дрожжи. Хорошо все перемешаю и оставлю так дрожжи подходить примерно на 5-7 минут. Таким образом проверим хорошие ли у нас дрожжи и разбудим их. Цукаты я залью апельсиновым соком. И тоже их оставляю, чтобы они хорошо пропитались. В отдельную миску просеиваю муку. Муку обязательно просеивайте для всех изделий из дрожжевого теста. Особенно конечно если вы печете куличи. Это очень важно чтобы мука насытилась кислородом. Сейчас отделяем белки и желтки у яиц. Кстати яйца я заранее достала из холодильника. Помыла их и они должны быть тоже теплой комнатной температуры. Посмотрите дрожжи у меня замечательно подошли. Значит можно продолжать делать тесто дальше. Обращайте на это внимание. Это очень важно. Сейчас будем взбивать желтки. В желтки я добавляю соль и всыпаю сахар. Хорошо взбиваю желтки с сахаром до бела. Посмотрите у меня получилась вот такая пышная белая масса. Фактически сахар весь растворился. Теперь сюда я добавляю масло мягкое комнатной температуры и тоже хорошо взбиваю. В полученную массу я добавляю цедру апельсина и 2 чайные ложки экстракта ванили. Перемешиваю. Все хорошо перемешали и теперь сюда вливаем молоко и дрожжи. И снова перемешиваем. Теперь в полученную массу я постепенно всыпаю муку. Добавляю несколько ложек муки и хорошенечко перемешиваю. Добавляю еще муку. Снова перемешиваю. Добавляю последнюю партию муки. У меня в миске осталось буквально еще 50 грамм муки. Я сейчас добавила 550 грамм и перемешаю. И посмотрю по консистенции теста. Надо еще муки добавить или нет. Тесто у меня уже с трудом проворачивается венчиками. Поэтому миксер я убираю. Тесто хорошо снимаю с венчиков и продолжу замес уже лопаткой. Именно вот такая консистенция теста примерно должна получиться. Домешиваю тесто лопаткой. Фактически вы видите, тесто можно сказать готово, замешано. Больше мы с ним сейчас уже ничего делать не будем. Вот оно у меня такое получилось. Посмотрите, вот такой вязкой формы, вязкой консистенции. Тесто я закрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место подходить примерно на минут 45 или час. Хочу сказать один небольшой секрет. Когда вы готовите тесто для куличей, в доме должно быть тихо, не должно быть сквозняков и у вас должно быть очень хорошее настроение. И кто смотрит мои видео знает, что я обычно тесто ставлю в микроволновую печь. Рядом ставлю стакан с горячей водой. Закрываю дверцы микроволновки и у меня тесто стоит как в шкафчике. Конечно микроволновку при этом я не включаю. Цукаты в апельсиновом соке постояли у меня примерно минут 45 и я их сливаю через сито. Сейчас мне уже этот сок не понадобится. Хорошенечко его стряхиваем и цукаты я переложу на бумажные полотенца и хорошо промокну. Перекладываю. Промокну также бумажными полотенцами, чтобы цукаты были сухими. Пахнет просто замечательно. Вообще замочить цукаты в апельсиновом соке это очень классно. Они получаются напитываются вот этим соком апельсиновым. Посмотрите какая прелесть! Тесто у меня уже подошло. Прошел примерно час. Тесто увеличилось в объеме больше чем в два раза. Оно такое живое просто невероятное. Сейчас мы в тесто добавим цукаты. Но для этого я сначала присыпаю их немного мукой и вот так вот перемешаю. Так цукаты намного лучше распределяться в тесте. Вы знаете, вот не знаю, тесто для куличей все равно хочется руками его немножечко приготовить хотя бы чуть-чуть. Поэтому я сейчас цукаты буду вмешивать в мое тесто руками и посмотрите тесто какое оно. Видите, оно живое, но фактически оно у меня и к рукам не прилипает. Сейчас я добавляю сюда цукаты и хорошенечко тесто обминаю и распределяю вот эти все цукаты равномерно в тесте. Посмотрите, какое чудо пахнет, просто здорово. Так вот его приподнимаем и хорошенечко замешиваем. Тесто я хорошо обмяла. Распределила здесь цукаты и сейчас тесто я еще раз оставлю, чтобы оно у меня подходило. Примерно на полчаса закрою пищевой пленкой и опять таки отправлю его в микроволновку. Выпекать мои куличи я буду вот в таких формах. Одна форма у меня это, как вы успели заметить, это вот такая банка из-под консервированных персиков. Кстати, персики были тоже очень вкусные. Диаметр моей формы 10 сантиметров высота 12, но я нарастила бока с помощью пергаментной бумаги до 15 сантиметров. И вот у меня есть вот такие еще разъемные формы. Здесь диаметр 12 сантиметров высота 10, но я также нарастила при помощи пергаментной бумаги до 15 сантиметров. Дно я застелила также пергаментной бумагой. Смазала слегка пергаментную бумагу растительным маслом без запаха. Тесто у меня подошло во второй раз. Оно опять вот так вот хорошо поднялось больше, чем в два раза. Сейчас тестом будем наполнять формы. Перед этим тесто надо опять вот так вот слегка обмять. Посмотрите, какое это тесто! Оно просто шикарное! Руки слегка смазываю растительным маслом, чтобы у меня тесто слишком не прилипало к рукам. Беру тесто и наполняю форму тестом примерно чуть меньше половины. Аккуратно опускаю тесто вот таким образом. Немножечко сверху приминаю. Посмотрите, я заполнила тестом формы. У меня получилось две формы чуть большего размера разъемные и две вот такие поменьше, которые я делала из консервных банок. Всего у меня получилось, посмотрите, тесто заполнило одну треть формы. И здесь, и здесь. По весу я вас сориентирую. Здесь у меня примерно 400 грамм теста, здесь около 315-320 грамм. Теперь тесто надо оставить на расстойке на один час. Опять-таки лучше всего оставлять в теплом месте, чтобы тесто хорошо подошло. Оно должно заполнить фактически всю форму. У меня прошел час. Тесто просто великолепно подошло. Оно заполнило почти всю форму. Вообще сейчас очень надо бережно обращаться с формами. Ни в коем случае, чтобы формы друг от друга не стукнулись и не делайте резких движений, чтобы тесто не упало. Сейчас тесто будем отправлять выпекаться в духовку. У меня духовка небольшая. Нагревательный элемент находится достаточно близко, а куличи достаточно высокие. Поэтому я свои куличи сразу же сверху накрою фольгой, чтобы у них не подгорел верх. И первые 15 минут я буду куличи выпекать при температуре 170 градусов. Вы ориентируйтесь по своей духовке примерно 170-180 градусов. Затем я снижу температуру духовки примерно до 160 градусов. И буду выпекать еще примерно 15-20 минут. Но конечно, как я уже сказала, ориентируйтесь по своей духовке. Только вы знаете, как она печет. Я хочу вам ближе показать, как у меня поднялось тесто. Видите, заполнила фактически всю форму. Я сейчас очень бережно вам показываю и отправляю куличи в духовку. Все куличи у меня уже испеклись. Обязательно проверяйте готовность деревянной шпажкой, чтобы она выходила полностью сухая. У меня куличи пеклись примерно 38-40 минут. И сейчас посмотрите, у меня здесь я подготовила решетку. На нее уложила два мягких полотенца. На эти полотенца я сейчас уложу мои куличи. Достаю куличи с формы. Аккуратно открываю. Посмотрите, какой красавец получился. Просто невероятный. И сразу же его надо перекладывать на бочок. Я его прямо с дном формы перекладываю. Снимаю донышко аккуратненько. Вот таким образом. Все это делаю я для того, чтобы кулич сохранил свою форму. Потому что здесь тесто настолько нежное и пышное, что если вы его оставите стоять, он просто согнется. И сразу достаю следующие куличи. Покажу, как достать куличи вот из этих баночек. Их сначала надо вот так вот немножечко прокатать. И тогда они будут легче доставаться. Аккуратненько достаю. Как будто выкатываю куличики из банки. Посмотрите, какая красота! Пока куличи горячие, их надо несколько раз вот так вот перекладывать с одного бочка на другой, чтобы бока не прямялись. Аккуратненько переворачиваем их так поворачиваем. И тогда они будут ровные и красивые. Когда куличи полностью остыли, можно их красиво украсить. Сегодня украшать мои куличи я буду с сахарной глазурью на желатине без яиц. Рецепт, как приготовить эту замечательную глазурь, я оставлю под видео в описании. Также я буду украшать цукатами. Здесь у меня курага и немного клюквы мелко порезанных и различные посыпки. И как видите, моя глазурь стоит на кастрюле с горячей водой, чтобы я успела украсить все куличи, чтобы глазурь не застыла. И сейчас я буду украшать куличи. Вообще они получились просто замечательные. Такие легкие. Чувствуется, что они просто воздушные. Я беру куличик и прямо в глазурь опускаю. Вот таким образом. И у меня кулич очень равномерно покрывается глазурью. Видите, какая прелесть! Сразу же сверху украшаем различными посыпками. Я посыпаю немного цукатами. Вот таким образом. и добавляю посыпку. В общем-то украшайте так, как нравится вам. Все по вашему вкусу. И у меня есть еще такие красивые сердечки. Добавим немного сердечек. Разрежу еще и маленький куличик. Посмотрим сейчас. Ох, какой нежный! Посмотрите, какие замечательные куличи! Конечно, я сейчас попробую этот кулич. У меня на канале, кстати, довольно много рецептов очень интересных куличей. Это и кулич краффин, и кулич рулет, и традиционный кулич. А сейчас кулич из быстрого, так сказать, очень ленивого теста без замеса. Посмотрите, тесто просто здесь шикарное. Оно такое пышное, нежное. Я пробую. Ммм, такой сладкий, вкусный. Я не знаю, тесто просто великолепное. Оно очень пышное. Вы знаете, именно этот кулич, он получается не такой влажный, но именно пышный и нежный. Я уверена, что такие куличи точно украсят любой праздничный пасхальный стол. Обязательно приготовьте для своих родных такие красивые домашние куличи. Потому что домашние куличи не сравнятся с покупными. Я уверена, все оценят ваши труды по достоинству. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки! Пишите комментарии! Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Давайте приготовим к светлому празднику Пасхи самые красивые и вкусные куличи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok